Сегодня у нас 24 ноября 2018 года, вечер, после вечернего богослужения. Время уже. Сейчас даже скажу вот тут. Игнать Иванович вышел на прогулку. Вот он идет, уже подходит. К воротам подошел он. И здесь вот эти сосульки были. Вот он сейчас их с тряпкой, палкой счистил. Все, отлично. Я уже сегодня почистил территорию. И опять уже нападало много снега. За ночь еще сколько выпадет. А там милость божья, когда много снега. Земля не так сильно промерзает и не так дома холодно. Ну вот так вот. Вот он идет. Все, сейчас шестность поставит на место. А то он голубей гоняет им. Когда ему поднять, надо их, чтобы они начали в воздухе крутиться. Поднялись в воздух. Тишина. Господь дал мирное время. Никакой войны нету. Ничего. По милости божьей. Снег. У нас вообще все в изобилии. И жара летом, и снег зимой, и холода большие тоже. Но в этом году что-то зима такая теплая, можно сказать даже. Удивительно. С коворотом подойдет. Полезть я забор посмотреть, кто там. Ему, как пожилому человеку, прогулки нужны. Потому что он иногда целый день сидит за компьютером, занимается тут. Вот тут у нас кошечки наши, рыжие. Ну, рыжая, рыжая, рыжая. Умница-то наша. Ну, вот она красавица. Какая-то палевая сидит. Сверкает глаза у нее. Тут у нас киндер наш белый спит. Так... А я тут занимаюсь. Шитьем. У меня сумка порвалась. Взял нитки. Тут вот есть такое поучительное стихотворение. Сейчас прочитаю его. Сейчас его... Увеличу. Мерцание звезд, далеких, безразлично. Был поворот дороги озарен. Дорога шла. Дорога шла вокруг горы масличной. Побудьте. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной. Он отказался без противоборства, как от вещей, полученные взаймы. От всемогущества и чудотворства. От всемогущества и чудотворства. И был теперь, как смертные, как мы. Ночная даль теперь казалась краем уничтожения и небытия. Простор вселенной был необитаем, и только сад был местом для житья. И, глядя в эти черные провалы, пустые, без начала и конца, Чтоб эта чаша смерти миновала, в поту кровавым он молил отца. Смягчив молитвой смертную истому, он вышел за ограду. На земле ученики, осиленные дремой, валялись в придорожном ковыле. Он разбудил их. Вас Господь сподобил. Жить дни мои. Вы ж разлеглись, как пласт. Часть сына человеческого пробил. Он в руки грешников себя предаст. И лишь сказал, неведомо откуда, Толпа рабов и скопище бродяг. Огни, мечи, и впереди Иуда с предательским лапзанием на устах. Петр дал мечом отпор головорезам, И ухо одному из них отсек. Но слышит. Спор нельзя решать железом. Вложи свой меч на место, человек. Не учится тьмы крылатых легионов, Отец не старедил бы мне сюда. И волоска-то на мне не тронув. Враги растелись бы без следа. Но книга жизни подошла к странице, Которая дороже всех святынь. Сейчас должно написано избыться. Пускай же сбудется оно. Аминь. Ты видишь, ход веков подобен притче, И может загореться на ходу. Во имя страшного ее величия Я в добровольных муках в гроб сойду. Я в гроб сойду, и в третий день восстану. И как сплавляют по реке плоты, Ко мне на суд, как баржи каравана, Столетия поплывут из темноты. Пастернак, 1949 год. Не помню его имя с отчеством. Борис вроде бы. Вот такое стихотворение Семеношел тоже получительное. Ну, вот так вот. Тут вот Надежда Васина мне подарила коробочку Для всяких мелочей. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, Чтобы какой горький корень, возникнув, Не причинил вреда, И чтобы им не осквернились многие. Евреям, 12-15. Велик мир у любящих закон твой, И нет им преткновения. Псалом, 118, 115 стих. Ну, и тут у нас дальше тут написано. Надежда Васина вообще любит Слово Божие. Поэтому она молодец. Милость Божия у нее. Гордость человека унижает его, А смиренный духом приобретает честь. Марк Подвижник. Горе человека угодникам, Ибо они Богу угодить не могут. Авва Исаия. Вот, тут у нее еще есть надписи. Господь пастырь мой, Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, И водит меня к водам тихим. Так благость и милость Да сопровождает меня. Во все дни жизни моей, И я пребуду в доме Господнем Многие дни. Псалом, 22. Ну, вот так вот. А вот еще одна сторона. Слушайся совета и принимай обличение. Чтобы сделать тебе впоследствии мудрым. Премудрость Соломона, 19.20. За смирением следует страх Господень, Богатство и слава и жизнь. Премудрость, 22.4. Тоже Премудрость Соломона. Ну, вот такие вот. Так вот, между делом посмотрел, повторил. Ну, все, котенька наш беленький лежит. Вот он. Так он сладко спит. Котя, котя, милый, милый. Набегался за ним. Сейчас спит. Вон, Полинка наша кошечка кушает. Поголодалась, проголодалась тоже. Это вот сегодня хлебушек я принес от сестры нашей неонилы, щекиной. Иначе он разрезает и на печку сразу, чтобы он не пропал. Хотя я, конечно, больше предпочитаю мягенький хлебушек. Да, рыжая. Ну, все вот. Слава Богу за все. Аллилуйя. Слава Богу. Продолжение следует...